Рассмотрим теперь следующую задачу. Пускай у нас имеется уже не одно, а два тела, которые движутся в поле силой тяжести. У первого скорость v1, у второго скорость v2. Ну и здесь условные углы альфа и бета. Требуется определить, при каком условии эти два тела столкнутся. Такая задача может быть сформулирована в игровой форме. Например, так, что имеются два баскетболиста, каждый из них бросает какой-то свой баскетбольный мячик, и второй баскетболист целится в баскетбольный мячик первого, при каком условии, под каким углом его нужно бросать, так, чтобы мячики в воздухе столкнулись. Давайте сначала напишем формулы, а потом проанализируем полученный результат. Условие столкновения означает, что в один и тот же момент времени оба мячика имеют одну и ту же координату и находятся на одной и той же высоте. Условие столкновения будут, что в данный момент времени высота, а высота будет В1 синус альфа Т минус ЖТ квадрат пополам. Вот заметьте, что выражения ЖТ квадрат пополам взаимно уничтожаются. Поскольку оба тела движутся с одним и тем же ускорением, в точности одно и то же ускорение, сила тяжести опускает эти два мячика, если они выброшены в один и тот же момент времени, одинаково, и съезжают они вниз на одну и ту же высоту. Отсюда получается простейшее выражение, тел здесь сократится, что В1 синус альфа будет равно В2 синус Б. В1 синус альфа равно В2 синус Б. Вот это условие столкновения двух тел, каждый из которых движется с одной и той же постоянной неизменной скоростью. То есть в данном случае сила тяжести не влияет на результат и на столкновение. Давайте посмотрим, как это выражение, это условие, можно получить, исходя из некоторой отлично использованной сейчас логики. Сейчас мы использовали условие, что игрок 1 равно игрок 2. То, что вот это было получено, мы имели, что игрок 1 от Т равно игрок 2 от Т. Причем, заметьте, что это условие мы предполагали верно при одном и том же значении времени Т. То есть для любого момента времени каждый из этих тел в каждый момент времени находится на одном и том же уровне. Ну и если они в какой-то момент времени окажутся в одной и той же точке, уровень окажется один и тот же, и момент времени, когда они достигнут этой точки, будет также одним общим моментом. Посмотрим, как это можно получить несколько иначе. Перейдем в систему отчета, связанную с одним из тел. Это фактически воспоминание о нашей предыдущей лекции. Вот у нас В1, вот у нас В2. Здесь у нас угол альфа, здесь у нас угол бета. Давайте перейдем в систему отчета, связанную с телом В1. В системе отчета, связанной с телом В1. В1 неподвижно, она покоится. В2 по отношению к первому телу будет иметь его собственную скорость и минус скорость В1. Здесь угол альфа. Для того, чтобы тела столкнулись, нужно, чтобы в этой системе отчета, связанной с В1, с первым телом, второе тело двигалось бы в точности по направлению к первому. То есть, чтобы вот эти составляющие, игроковые составляющие, игроковые составляющие, были бы равны. Ну и опять отсюда мы получаем, что В2 на синус бета будет равно В1 на синус альфа. Это переход от одной системы отчета к другой. Вот в одной из олимпиад была задача про взрывающийся снаряд. Условие было таким. Имеется снаряд, он взлетает, и в какой-то момент он разрывается. Причем разрывается таким образом, что скорости осколков направлены все в разные стороны и в начальный момент времени одинаково по величине. В начальный момент времени скорости В с ноликом одинаково по величине. требуется определить, какое положение займут эти осколки по прошествии некоторого промежутка времени Т. Точно так же, как и в этой задаче, в этом рассмотрении, у нас для каждого осколка ЖТ квадрат пополам, величина, будет одна и та же для одного и того же момента времени. И все эти осколки будут в системе отчета, связанной с центром масс, с этой точкой, будут просто двигаться с постоянной скоростью В с ноликом. То есть результатом будет набор окружностей, набор окружностей, радиуса, радиуса R равно В нулевое Т, а центр будет двигаться так, как двигался бы центр масс, то есть центр будет двигаться по закону В ноль Т минус ЖТ квадрат пополам. Это игрок центра. Вот такое рассмотрение вполне естественно приводит к рассмотрению и к элементарному решению задачи о взрывающемся снаряде. Интересным моментом, связанным с движением по параболе, с движением в полисилотяжести, является определение радиуса кривизны траектории данной системы, данной траектории. Радиус кривизны естественно определять из теории движения по окружности. Если у нас тело движется по окружности, движение по окружности, предположим, оно двигается с постоянной скоростью V, V, то оно испытывает одно и то же постоянное нормальное ускорение АН, равное V квадрат делить на радиус этой окружности. Если же тело движется не по окружности, а по более сложной траектории, то вблизи некоторой точки мы можем рассмотреть небольшую область, которая наилучшим образом аппроксимируется кривой второго порядка, то есть той же самой окружностью. той же самой окружности. И радиус кривизны, R кривизны, будет находиться из условия, что нормальное ускорение равно V квадрат делить на R. Но V в данном случае это мгновенная скорость, а ускорение нас будет интересовать именно нормальная составляющая. Давайте найдем для случая движения по параболе радиус кривизны траектории скажем в верхней точке. При этом скорость равна V. Если у нас тело начало двигаться начало двигаться со скоростью какой-то V с ноликом, здесь у нас угол альфа, то V в верхней точке будет равно V0 косинус альфа. Вертикальная составляющая исчезнет, останется только горизонтальная составляющая. А нормальное ускорение будет равно же. Ну и отсюда мы получим, что V0 косинус альфа в квадрате делить на G равно радиусу кривизны в верхней точке. Точно так же можно найти радиус кривизны траектории в произвольный момент времени, но тогда потребуется разложить вектор G на нормальную и тангенциальную составляющую. Вот это будет G нормальная и будет G тангенциальная. Тангенциальная то есть составляющая ускорения направленная по касателю. Тангенциальная будет менять величину модуля скорости, а нормальная будет поворачивать траекторию. И в соответствии с этим можно найти радиус кривизны этой траектории в произвольный момент времени. Вот это рассмотрение приводит к достаточно большому классу задач, которые связаны с перелетом камня, например, через сферический бак, с пролетом через сферический бак. То есть нужно требуется, чтобы с одной стороны камень коснулся, например, верхней точки этого бака, но с другой стороны, чтобы он не застрял. То есть радиус кривизны его траектории должен быть как минимум равен радиусу этого бака. Соответственно отсюда возникает целый ряд задач, которые могут быть решены и которые иногда встречаются на Олимпиадах. На этом теоретическое рассмотрение мы в этот раз закончим и далее будут задачи.